Беседа 18, Римлянам 10.14 Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Апостол опять лишает иудеев извинения, сказав, что свидетельствуй им, что имеет ревность Божию, но не по рассуждению. Еще, не разумея правды Божией, не повиновались ей, он показывает далее, что из-за самой незнании они должны быть наказаны Богом. Впрочем, он не говорит этого прямо, а раскрывает, излагая речь в вопросах и для большей ясности доказательств. Все это место составляет из возражений и ответов. Смотри же. Выше он сказал словами пророка. Знаем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но, может быть, кто-нибудь скажет, как могли они призывать того, в кого не уверовали? Потом за возражением у него следует вопрос, почему не уверовали? И опять возражение, потому что, несомненно, кто-нибудь мог бы спросить, как они могли уверовать, не слышавши? А не слышали, отвечает апостол. Потом опять другое возражение, как могли слышать без проповедующего? И опять ответ. Многие проповедовали, и многие для этого именно и были посланы. Из чего же видно, что они были посланы для проповеди? Тут, наконец, апостол приводит слова пророка. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, вещь ли, как самым способом проповеди. Он доказывает, что они были проповедниками. Апостолы, обходя вселенной, возвечали не иное, что как неизреченное благо и совершившийся мир Бога с людьми. Потому вы, неверующие, ни нам не верите, говорит Павел, но Исаии, который за многие годы предвозвестил, что мы будем посланы, станем проповедовать и станем говорить то самое, что и сказали. Итак, если спасение зависит от призвания, призвание от веры, вера от слышания, слышание от проповедования, проповедание от послания. А апостолы были посланы и проповедовали. Даже вместе с ними ходил и пророк, указывал на них и возвещал, и говорил, вот те самые, которых за долгое время я возвестил свыше, и ноги которых я восхвалял за собой, способ проповеди. То ясно, что неверие есть собственная вина иудеев, а со стороны Божией все сделано. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверен слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но вот иудеи опять делали новое возражение, говоря, если именно эти апостолы были посланы и посланы от Бога, то следовало, чтобы все их послушались. И обрати внимание на благоразумие Павла, как он доказывает, что то самое, что приводило в смущение, должно уничтожить волнение и беспокойство. Почему, говорит он, после столь многочисленного и важного свидетельства, и после подтверждения его делами, тебя, иудей, соблазняет то, что не все послушались благовествования. Но именно это самое, что не все слушаются, при других доказательствах достаточно к тому, чтобы уверить тебя в истине проповедуемого. И об этом издревле предсказал пророк. Заметь же неизреченную мудрость апостола, как он доказывает более того, сколько иудеи ожидали, и надеялись, и противоречит ему. «Что говорите вы?» спрашивает он. «То ли, что не все послушали благовествования?» Но Исаия давно предсказал и это. Вернее же сказать, он предрек. Не это одно, но и гораздо большее. «Вы ставите вину то, что не все послушались?» А Исаия говорит и больше того, что же именно, Господи, кто поверил слышанному от нас? Потом уничтожишь словами пророка это смущение. Апостол держится опять в прежней связи. Так как он сказал, что нужно сперва призвание, а призываемым нужно уверовать, а уверовавшим прежде услышать, а готовым услышать необходимо иметь проповедников, а проповедники должны быть посланы. А так как он доказал, что они были посланы и проповедовали, то намереваясь предложить еще новое возражение, взял для этого основание из другого пророческого свидетельства, которым незалого перед тем решил возражение, и таким образом соединяет его и связывает с предыдущим. После того, как привел слова пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас? Он благовременно, взявший другое свидетельство, говорит, «Итак, вера от слышания». И это он сказал не без цели, так как иудеи постоянно искали чудес и желали видеть воскресение. А так как много было таких, которые домогались этого, то апостол и говорит, что и пророк возвестил о том, что вера наша должна происходить от слышания. Потому он заранее это и доказывает. А так как это, по-видимому, было незначительно, смотри, каким образом он усиливает свою речь. Не о простом слышании, сказал я, продолжает он, но о том, что должно услышать человеческие речи, им поверить. Но говорю о слышании высоком, слышании глаголов Божиих. «Проповедники не свое говорили, а возвещали то, что узнавали от Бога. Это гораздо выше чудес. Богу, когда Он говорит и совершает чудеса, одинаково должно верить и повиноваться, потому что дела и чудеса производятся словом Его, так именно явилось небо и все прочее». Итак, доказав, что должно верить пророкам, которые всегда говорят не свое, но Божие, и что не нужно искать ничего больше слышания, апостол излагает уже то возражение, о котором я упоминал, и говорит. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. Апостол спрашивает, что же из того, если проповедники были посланы и проповедовали, то что им повелено было? Ведь иудеи не слышали. Потом со всей полнотой предлагается решение возражения. И они прошли по всей земле и в конце вселенной глаголы их. «Что ты говоришь?» – спрашивает Павел. «Неужели они не слышали?» «Но услышала вселенная, услышали все пределы земные, а вы, у которых проповедники, провели столько времени, и от которых они произошли, неужели не слышали?» «Возможно ли это дело?» «Если услышали пределы вселенной, тем более и вы». Потом опять новое возражение. «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал?» «Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность, не народом, раздражу вас народом несмысленным». Если иудеи, хотя и слышали, но не поняли сказанного, не узнали, что постные были те самые проповедники, то не заслуживают ли они извинения ради такого неведения? Немало. Исаий ведь указал признаки проповедников, сказав, как прекрасны ноги благовестующих мир, а прежде Исаий изобразил их сам, законодатель, почему апостол и присовокупил. Первый Моисей говорит, «Раздражу их не народом, народом бессмысленным раздражу их». Таким образом должно было узнать проповедников не только потому, что иудеи не уверовали, что проповедники благовестовали мир и возвещали о благах, и что слово сеялось повсюду во вселенной, но и потому, что удостоены были большей чести те, которые ниже иудеев, то есть язычники. Язычники неожиданно стали любомудрствовать о том, чего никогда не слышали ни сами они, ни предки их. Это было знаком высокой чести, которая должна уязвить иудеев, побуждать их к соревнованию и приводить на память пророчество Моисея. «Раздражу вас не народом». Не только величия чести достаточно было к тому, чтобы подвигнуть иудеев к соревнованию, но и то, что народ, удостоившийся ее, был настолько низок, что не достоин был названия народа. Я раздражу их не народом, сказано. Что было неразумнее и ниже язычников. Посмотри, как Бог заранее дал иудеям признаки и ясное знамение всех этих времен, чтобы отверг слепоту их. Притом это происходило не в тесном углу, но на суше и море, и всюду во вселенной. Их, кого иудеи прежде презирали, они увидели обладателями бесчисленных благ. И так следовало понять, что это тот самый народ, о котором говорит Моисей. Раздражу их народом несмысленным. Но один ли Моисей сказал это? Никак. Но и после него тоже подтвердил Исайя. Потом Павел сказал, первый Моисей, показывая, что есть и второй, говорящий о том же самом, яснее и внятнее. И как выше сказано, Исайя смело говорит, меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Это значит, что Исайя старался и употреблял все меры к тому, чтобы не выразиться темно, а представить дело перед взорами нашими во всей наготе, предпочитая лучше подвергнуться опасностям за то, что сказал ясно, нежели заботясь о собственном спасении, оставить вам какой-нибудь предлог к извинению. И хотя пророк и не обязан был говорить об этом так ясно, однако же он, чтобы совершенно заградить два муста, обо всем предсказывает вполне ясно и определенно. О чем же обо всем? И о вашем надеянии, и о введении язычников, и о вашем падении. Меня нашли не ищущие меня. Кто же эти не искавшие и не вопрошавшие? Очевидно, что не иудеи, а язычники, которые никогда не знали Бога. Как Моисей, отличительный их признак, выразил словами, не народом, народом несмысленным. Так Исаия изображает здесь тоже их свойство, незнание в крайней степени. Это и было самым важным обвинением для иудеев, что не искавшие нашли, а искавшие потеряли. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Замечаешь ли, что то, что затрудняло, и о чем многие недоумевали, было известно и раньше, и ясно разрешено было еще в пророческих писаниях, что же это такое? Ты слышал, что Павел говорил выше. Итак, что же скажем? Язычники, которые не искали правды, достигли правды. И Исаия сказал, меня нашли не ищущие меня. Значит, то же, что и сказано апостолом. Потом, показав, что совершившееся было делом не одной Божьей благодати, но и собственного расположения пришедших, равно как и падение иудеев было следствием упорства непослушных. Послушай, что апостол прибавил. А к Израилю говорит так. Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Потом, показав, что совершившееся было делом не одной Божьей благодати, сказал так. Замечаешь ли, как сильно обвинение? 723. Иудеи не только не повиновались Богу даже тогда, как призывал их, но и еще противоречили, и при том не раз, не два, не три, но и во все то время, когда видели, что Бог зовет их. А язычники, никогда не знавшие Бога, имели силу привлечь Его к себе. Впрочем, апостол не говорит, что они сами смогли привлечь к себе Бога. Но, не излагая гордость язычников, показывает, что все произвела благодать Божия. Он выражается, «Меня нашли неискавшие меня». Итак, язычники свободны от всего, спросишь ты? Никак. Но их делом было взять найденное и познать открывшееся. После того, чтобы иудеи не сказали, почему же он не явился и нам? Апостол указывает и на нечто большее, говоря, что он не только им являлся, но и не переставал простирать руки и призывать, являя заботливость, чадо-любивого отца и сердобольной матери. Смотри, какое ясное решение дал апостол. На все возникшие выше недоразумения, доказав, что иудеи погибли по собственной воле и во всех отношениях не заслуживают извинения. Хотя они и слышали, и понимали сказанное, но при всем том не захотели прийти. И что гораздо важнее, Бог не только дал им услышать и уразуметь это, но и присоединил и более сильные меры для побуждения и привлечения упорных и противящихся. Какое же именно? Ободрение их и возбуждение соревнования. Вы сами знаете власть этой страсти. Знаете, какую силу имеет соревнование в деле преодоления всякого препятствия и восстановления падших. И нужно ли говорить это о людях, когда соревнования оказывают великое влияние и на бессловесных, и на детей в незрелом возрасте. Часто ребенок, когда зовет его отец, не слушается и продолжает упрямиться. Но когда видит, что ухаживает за другим ребенком, он без всякого приглашения бежит к родительской груди. И то, чего не могла сделать просьба, легко производит соревнования. Так и Бог поступил с иудеями. Он не только призывал их, простирал к ним руки, но и возбуждал в них страсть соревнования. Но они и при всем том не послушались. Итак, какого извинения достойны те, которые показали свое упорство столь великой степени? Никакого. Впрочем, апостол сам не говорит этого, но предоставляет совести слушателей заключить об этом на основании сказанного. И в следующих словах со свойственной ему мудростью опять доказывает то же самое. «Как он поступал и выше, вводя в рассуждение о законе и о народе возражения, в которых заключалось более сильное обвинение, чем сколько было нужно. Потом в решении, где опровергалось обвинение, уступал в такой мере, в какой позволяли обстоятельства, чтобы не огорчить своим словом. Так поступает и здесь, говоря. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Апостол, как бы взявший основание в сказанном, представляет себя сомневающимся, и, произнеся эти грозные слова, посредством отрицания их делает удобоприемлемым. то, что он старался доказать везде выше, и что раскрывает и здесь. Что же такое? То, что хотя число спасенных и невелико, но обетование не приложено. Потому не просто, сказал люди, но превысокупил. Их же прежде разум узнал. Далее, в доказательство того, что иудеи не отвержены, говорит, ибо и я, израильтянин. Я, говорит, учитель, проповедник. А так как это противоречило, по-видимому сказанному выше, именно, кто поверил слышанному от нас, и весь день простирал руки мои к людям непокорным. И еще, я раздражу вас не народом, то апостол не ограничился отрицанием и словом. Да, не будет. Но то же самое повторяет утвердительно и говорит, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании о Белье, как он жалуется Богу на Израиля. Но, скажешь, это не подтверждение, а отрицание. Так вот тебе сперва одно, а потом другое подтверждение. Первое, когда апостол объявляет, что он и сам иудей. Если бы Бог определил отвергнуть иудеев, то не избрал бы из среды их Павла, которому верил всю проповедь дела целого мира, все тайны, все домостроительство человеческого спасения. Это первый довод. А второй за ним следующий заключается в словах людей, которых он предузнал, разумею. То есть, о которых он ясно знал, что они способны к принятию веры и примут ее, так как из иудееву веровали три тысячи и пять тысячи, великое множество. А чтобы кто-нибудь не возразил, разве ты составляешь народ? И из того, что ты признан, разве следует, что признан целый народ, апостол и присовокупил, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, разумел. Он как бы так говорит, со мной есть три тысячи, есть пять тысяч, есть великое множество. Так что же? Неужели в трех-пяти тысячах и великом множестве людей заключается то семя, которое уподоблялось множеству небесных звезд и морскому песку? Не явно ли ты нас обманываешь и вводишь в заблуждение, когда себя и немногих с тобой выдаешь за целый народ? Не пустыми ли надеждами ты оборщаешь нас, говоря, что обетование исполнилось, тогда как все погибли и спасение досталось удел немногим? Это хвастовство и кичливость, и мы не потерпим таких ложных заключений. Но чтобы иудеи не могли сказать это, смотри, Какой ответ дает апостол в последующих словах? Не высказывай возражения, но предупреждая его, он предлагает решение на основании Ветхозаветной истории, говоря, когда жалуется Илья Богу на Израиля, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено предвалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Смысл этих слов таков. Бог не отверг народа, потому что если бы отверг, то никого бы не принял, а если некоторых принял, то не отверг. Но если не отверг, говоришь ты, то значит всех принял немало, и при Лии спаслось не более семи тысяч. И ныне, вероятно, много есть у веровавших. Нисколько неудивительно, если вы и не знаете их, так как не знал их и пророк Илья, столь великий муж. Но Бог устроял свои дела, хотя пророк и не знал. Заметь же благоразумие апостола, как он доказывает то, что предположил доказать, незаметно увеличивает вину иудеев. Он для того вспомнил о всем этом свидетельстве, чтобы яснее обнаружить их неблагодарность и показать, что они издревле таковы. А если бы он не имел этого намерения, но хотел доказать одно то, что народ состоит из немногих, то сказал бы только, что при Илье осталось семь тысяч. Но теперь он приводит все свидетельства сначала, так как всеми мерами старался доказать, что поступки иудеев со Христом и апостолами не представляют ничего странного, но обыкновенно у них и обратились в привычку. А что бы они ни сказали, мы убили Христа как обманщика и преследуем апостолов как обольстителей. Апостол приводит свидетельство, в котором говорится, «Господи, пророков Твоих избили, алтари Твои раскопали». Потом, чтобы не слишком огорчить этим словом, он представляет другую причину для приведения этого свидетельства. Он приводит его будто бы не с той главной целью, чтобы обвинить их, но имея в виду доказать нечто иное, а между тем лишает их всякого извинения и в прежних делах. Смотри же, как обвинение получает особенную силу в зависимости от обличающего лица. Обличительным является ни Павел, ни Петр, ни Яков, ни Иоанн, но тот, кому иудеи удивлялись больше всех, глава пророков, друг Божий, такой ревнитель в пользу иудеев, что решился терпеть и голод, тот, кто еще и теперь не умер. Что может быть ужаснее такого зверства, что остался я один, тогда как следовало молиться о содеянных уже грехах, они намеревались убить и его. Все это решает их всякого извинения. Ведь не во время голода, но при наступившем плодородии, когда позор уже уничтожен, бесы посрамлены, могущество Божие явлено, и сам царь смирился, а они отважились на такое злодеяние, переходя от убийства к убийствам, и умерщвляя учителей, и тех, кто исправлял их жизнь. И что они могли сказать по поводу этого? Неужели и те были обманщиками? Неужели и о тех не знали, откуда они? Они огорчали вас? Но они же говорили и полезное. А что же жертвенники? Неужели они огорчали? Неужели и они оскорбляли? Вот какие примеры упорства и высокомерия всегда показывали иудеи. Потому Павел и в другом месте посланник и слонзийцам говорит, что вы пострадали от своих соплеменников, так же, как и те от иудеев, которые и Господа Иисуса убили, и пророков Его, и нас изгнали, и Богу не угождает и всем человекам противиться. Подобное он и здесь говорит, что иудеи разрушили жертвенники и избили пророков. Но что говорит ему божеский ответ? Я оставил себе семь тысяч мужей, которые не преклонили колено перед Ваалом. Ты спросишь, относится ли это к настоящему времени? Вполне относится. Этим и доказывается, что Бог обыкновенно всегда спасает достойных, хотя обетование дано целому народу. Тоже доказывает и апостол Высший, когда говорит, что если число сынов Израилев будет и как песок морской, только остаток спасется. Еще, если бы не Господь Саваоф оставил нам семени, то все мы были бы как в Содом. То же доказывает здесь, почему и присовокупляет, так и в нынешнее время. Только спасата спасется остаток по избранию благодати. 727. Смотри, как каждое слово апостол сохраняет свою силу, выражая и благодать Божию, и благоразумие спасаемых. Словом по избранию апостол показал достояние спасаемых, а словом благодати означал дар Божий. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Апостол опять повышесказанно нападает на упорство иудеев, и здесь расстает против них, и здесь лишает их извинения. Вы не можете сказать, говорит он, что хотя пророки увещевали, Бог призывал, самые дела вопияли, и соревнований достаточно было для привлечения нас. Но повеления были тяжелы, и поэтому мы не могли прийти, так как от нас требовали показать дела и трудные заслуги, о чем даже и нельзя сказать. Но как Бог мог потребовать от вас того, что должно было омрачать благодать Его? Говорил же он это желая показать, как сильно хотел их спасения. Не только спасение их могло совершить все удобно, но и для Бога было бы величайшей славой явить свое человеколюбие. Итак, почему же ты побоялся приступить, когда от тебя не требует дел? Зачем ты споришь и упорствуешь, когда предлагают тебе благодать, а ты без нужды и пользы ссылаешься на закон? Ведь законом ты себя не спасешь, а дар этот унизишь. Если ты упорно хочешь спасаться законом, то уничтожаешь благодать Божию. Потом, чтобы не признали этого новым учением, апостол заранее говорит, что и те семь тысяч спасены благодатью. Словами так и в нынешнее время остаток по избранию благодати. Он именно показывает, что и те были спасены благодатью. То же самое видно и из слов «оставил себе», которыми Бог показывает, что большую часть дела совершил Он Сам. А если по благодати говоришь ты, то почему мы не все спасаемся? Потому что вы сами не хотите. Благодать, хотя и есть именно благодать, спасает, однако, желающих, а не тех, которые не хотят и отвращаются ее, которые постоянно восстают на нее и противятся ей. Видишь, как апостол везде раскрывает ту истину, что невозможно, чтобы Слово Божие не сбылось, и доказывает, что обетование исполнилось на достойных, и что достойные, хотя их и немного, могут составить народ Божий. А в начале послания ту же мысль он выразил с большей силой, сказав, что же из того, если некоторые не веровали и, не остановившись, на этом присовкупил. Но Бог остается истинен, а всяк человек лжив. И теперь он опять раскрывает эту мысль другими доводами, доказывает могущество благодати и то, что всегда одни спасаются, а другие погибают. Итак, возблагодарим Бога за то, что мы оказались в числе спасаемых, и, не имея возможности спастись делами, были спасены по дару Божию. Благодарность же свою мы засвидетельствуем не словами только, но и делами, и поступками. Благодарность тогда-то бывает совершенной, когда мы исполняем то, что служит к славе Божией, и когда избегаем того, от чего мы освободились. Ведь если мы, оскорбивши царя, вместо того, чтобы подвергнуться наказанию достойной награды, потом опять оскорбили его, то справедливость требует, чтобы мы, как виновные в крайней неблагодарности, понесли крайнее наказание, при том гораздо больше прежнего, потому что прежнее оскорбление не так доказывало нашу неблагодарность, как совершенное после оказанной нам чести и многих услуг. Потому станем избегать того, от чего мы освободились, и станем благодарить не одними устами, чтобы и о нас не было сказано, люди сии чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня. Не странно ли, что небеса возвещают славу Божию, а ты, для которого и небеса славят Бога, совершаешь такие дела, что через тебя хулиться сотворивший тебя Бог? Конечно, за это не один тот, кто хулить, но и ты сам подлежишь наказанию. Небеса славят Бога не тем, что они издают звук, но посредством созерцания побуждает других к словословию. Однако же о них говорится, что они возвещают славу Божию, так и проводящие достойные удивления жизни, хотя обезмолвствуют, но славят Бога, когда через них другие славят Его. И не столько небо, сколько чистая жизнь, возбуждает удивление. Поэтому, когда мы беседуем с язычниками, то ссылаемся не на небо, но на людей, которые прежде были хуже зверей, и которых Бог сделал подобными ангелам. И указывая на эту перемену, мы заграждаем им уста. 729. Человек гораздо лучше неба, и может стяжать душу превосходней красоты небесной. Небо, будучи, видимо, в течение такого продолжительного времени, убедило немного. А Павел, проповедавший недолгое время, привлек целую вселенную, потому что обладал душою, которая не меньше неба и могла всех привлечь. Ведь наша душа недостойна и земли, а его душа равноценна и небесам. Небо стоит, сохраняя свой предел и закон, а высота души Павла превзошла все небеса и беседует с самим Христом. Ее красота так велика, что сам Бог свидетельствует о ней. При сотворении звезд дивились ангелы, а Павлу удивился и Христос, сказавшись о суд избранный мой. Небо часто покрывает тучи, а душу Павла не омрачало никакое искушение, но и среди бурь она являлась блистательнее ясного полдня и сияла так же, как и до мрака. Солнце в нем сиявшее изливало не такие лучи, которые могли бы омрачиться от стечения искушений, но при искушениях оно блистало еще больше. Потому и сказал Христос, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Итак, будем ему подражать, если пожелаем, то и в сравнении с нами ничего не будут значить ни небо, ни солнце, ни весь мир. Потому что все это для нас, а не мы для этого. Покажем же, что мы достойны того, чтобы все это было создано для нас. Если же откажемся, окажемся недостойными этого, то как будем достойны царства? И если недостойны смотреть на солнце те, которые живут для хулы на Бога, то богохульствующие недостойны наслаждаться и тварями, которые прославляют Бога. Так как и сын, оскорбляющий отца, недостоин пользоваться услугами честных рабов, потому творение Божие удостоится великой славы, а мы подвергнемся наказанию и мучению. И какое будет несчастье, если тварь для тебя, призванная к бытию, преобразится в свободу славы чад Божиих, а мы, бывшие чадами Божьими, по вине которых тварь насладится тем великим блаженством, будем посланы за великое нерадение, на гибель и в гиенну. Потому что в этого не было мы, приобрев чистую душу, станем и сохранять ее таковою, а лучше сказать, увеличим блеск ее. А если мы осквернили душу, не будем отчаиваться. Если грехи ваши, говорит Бог, будут как багряная, как снег убелю, если будут как червленая, как волну убелю. А если Бог обещал, ты не сомневайся, но делай то, чем можешь привлечь эти обетования. Ты совершил много худых дел и преступлений. Что же? Ты не сошел еще в ад, где никто не исповедуется. Ресталище еще не уничтожено. Но ты стоишь среди поприща и можешь даже последней борьбой возместить все поражения. Ты не там еще, где находится богач, и тебе еще не сказано, что между нами и вами утверждена великая пропасть. Жених еще не пришел, и никто не побоится дать елея. Ты еще можешь купить и оставить для запаса. Никто еще не сказал, как не достает нам и вам. Но есть много продающих, есть нагие, голодные, больные, заключенные вузы. Одних накорми, других одень, лежащих по сети, и лей будет у тебя больше источников. Не наступил еще день отчета, воспользуйся временем, как должно. Уменьши долги, и тому, кто должен сто мер масла, скажи, возьми писание твое и напиши пятьдесят. Так же поступай и в отношении денег, слов и всего другого, подражая тому управителю, убеждай к тому и себя, и родственников. Еще ты вправе говорить это, еще не находишься в необходимости просить об этом другого, но имеешь власть давать советы и себе, и другим. А когда переселишься туда, тебе невозможно будет делать, как должно ни того, ни другого. И справедливо, тебе дано было столько времени, но ты не принес пользы ни себе, ни другому. Как же ты сможешь получить такую милость, находясь уже в руках у судьи? Сообразив все это, станем заботиться о своем спасении и не станем губить благовременности настоящей жизни. Возможно, вполне возможно и при последнем издыхании угодить Богу. Возможно и посредством завещания получить одобрение. Хотя и не так удобно, как при жизни, однако же можно. Как же именно? Если в число своих наследников пишешь Христа и уделишь Ему часть из всего наследства, ты не напитал Его при жизни своей, по крайней мере, после смерти, когда ты уже не господин своего имения, передай его Христу. Он человека любив и не строго с тебя взыскивает. Конечно, и любовь больше, и награда больше, если питаешь его при жизни своей. Но если ты и не сделал этого, то по крайней мере, исполни второе. Оставь его сонаследником своего имущества вместе с детьми своими. А если ты не решаешься и на это, то вспомни, что отец его сделал для тебя наследником его. И изгони свое бесчеловечие. В самом деле, какое извинение ты будешь иметь, если вместе с своими детьми не сделаешь участником и того, кто сделал тебя участником неба и умершлен ради тебя. Конечно, сам он не сделал. Что не сделал, сделал не в уплату долга, но для обнаружения благодати. А ты после стольких благодеяний остался еще и должником его. Однако же при всем этом он венчает тебя, как будто получает от тебя милость, а не долг. Взыскивает, тогда как в действительности получает от тебя только свое. 731. Итак, отдай ему деньги, для тебя уже бесполезные, над которыми ты и не господин. А Христос даст тебе царство, всегда для тебя полезное, а вместе с ним дарует тебе и здешнее благо. Если он будет сонаследником детей твоих, то облегчит их сиротство, избавит от обид, отразит злоумышления, заградит устак леветников. Если дети твои не будут в состоянии защитить завещание, то он сам это сделает и не допустит нарушить. А если и допустит, то сам по себе исполнит все написанное с большей щедростью, потому что ты его удостоил вписать вместе с детьми. Потому оставь его своим наследником, ведь ты к нему должен идти, и он будет судить тебя во всем здесь совершенном. Но если такие несчастные и жалкие люди, которые, не имея у себя детей, не соглашаются это сделать, а предпочитают разделить свое имущество со трапезникам или с пиццам, а хоть не отдать тому или другому, нежели Христу, столько их облагодетельствовавшему. Что может быть неразумнее таких людей? Если ты сравнишь их с ослами или с камнями, то и тогда не выразишь вполне их неразумия и бесчувственности, не найдешь и примера, которым можно было бы достаточно изобразить их безумие и нерассудительность. И какое найдут в себе оправдание те, которые не только не накормили Христа при жизни своей, но и собираясь идти к Нему из того самого имущества, которым они уже не владеют, не хотят подарить Ему и малой доли, но питают к Нему столь враждебное и неприязненное чувство, что не уделяет Ему даже того, что для них самих сделалось бесполезным. Разве ты не видишь, сколько людей не удостоились иметь и такой конец, но похищены внезапно. Бог сделал тебя господином для того, чтобы ты смотрел за принадлежащим тебе, сказал свое слово и распорядился всей своей собственностью. Какое же ты будешь иметь оправдание, когда, получив от Него такую великую милость, пренебрежаешь Его благодеянием и ведешь себя совершенно противно тому, как вели себя твои правоццы по вере. Они еще при жизни своей продавали все и приносили к ногам апостолов, а ты при смерти не даешь никакой доли нуждающимся. Хотя освобождать других от нищеты при жизни своей и лучше и подает многое дерзновение, но ты, если не захотел, по крайней мере, при смерти, сделай что-нибудь доблестное. Не большую, правда, любовь ко Христу означает это, однако же, любовь. Ведь если и не будешь иметь первенство с агнцами, то немаловажно находиться и позади них, а не стоять с козлищами с левой стороны. А если ты не исполняешь и этого, то что скажешь защиту свою, как скоро не делают тебя человеколюбивым ни страх смерти, ни то, что деньги становятся уже для тебя бесполезными, ни то, что доставишь безопасность детям, ни то, что и себе приобретешь там великое снисхождение. Потому советуй преимущественно при жизни своей уделять большую часть имущества нуждающимся. А если некоторые настолько малодушны, что не могут решиться на это, то хотя бы по необходимости пусть сделаются человеколюбивыми. При жизни своей ты был так пристрастен к деньгам, как будто был бессмертным. Но теперь, когда сам видишь, что ты смертен, хотя теперь оставь такую мысль и распорядись своим добром, как смертный. Или лучше сказать, как назначенный постоянно наслаждаться бессмертной жизнью. Как не тяжко, как не ужасно то, что намерен сказать я, однако же необходимо это сказать. Владыку причисли к рабам своим, ведь ты отпускаешь на волю рабов, освободи Христа от голода, нужды, уз и ноготы. Ты пришел в ужас, услышав это. Гораздо ужасней будет, если не сделаешь этого. Здесь одно слово приводит тебя в трепет, но что скажешь там, когда переселишься туда, услышишь слова гораздо более ужасные, и когда увидишь орудие нестерпимого мучения, кому ты прибегнешь? Кого призовешь союзником своим и помощником, Авраама ли? Но он не услышит. Или мудрых дев, но они не дадут тебе или отца или деда, но никто из них, сколько бы ни был свят, не властен отменить грозного приговора. Размыслив о всем этом, проси и моли того, кто один властен загладить твое рукописание и угасить вечный огонь. Его преклони на милость, всегда питая и одевая, чтобы и отсюда тебе отойти с благой надеждою и явившись туда насладиться вечными благами, которых достигнуть да будет дано всем нам благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которым отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.